Это уже не первое ЧП на железной дороге в Греции. Сотни мигрантов в знак протеста заблокировали пути в нескольких километрах от греческо-македонской границы. Около 14 тысяч человек скопились в населенном пункте Идамени. Пожалуйста, я умоляю, проявите милосердие к женщинам и детям. Мы не хотим есть, мы не хотим пить, мы не хотим ничего, но мы хотим чувствовать себя людьми. Лагерь переполнен, правда, в основном молодыми мужчинами, вполне призывного вида и возраста. Беженцы жалуются на нехватку еды, одежды и предметов гигиены. Греческие власти пытаются разъяснить им, даже листовки специальные выпускают на арабском и афганском языках. Границы с Македонией закрыты и чуда не произойдет. Мигрантам предлагают перебираться в цивилизованные лагеря, обустроенные армией. Но они все равно остаются в Идамени, в надежде все-таки прорваться в заветное Германию, Австрию или Швецию по закрытому балканскому маршруту. Ради этой цели готовы даже детей на рельсы положить. А эта картинка, видимо, должна растопить сердца европейцев, которые все больше начинают задумываться, во что им обойдется радушие и гостеприимство. Знаменитый китайский художник Ай Вэй Вэй уже не первый раз пытается привлечь внимание к проблемам беженцев. Сейчас в утопающий в лужах и грязи лагерь он привез белоснежный рояль. Пианистка из Сирии. Она хочет попасть в Германию, чтобы воссоединиться с мужем, который перебрался туда еще полтора года назад. Я не играла на фортепиано целых три года. Я очень нервничаю. Но чувствую себя сегодня прекрасно, потому что наконец-то я снова могу прикоснуться к инструменту. Немецкое общество, которое несет самое большое бремя по приему мигрантов, раскололось на две части. В Берлине несколько тысяч человек вышли на улицы с акциями протеста. Полиция отделила кордонами антифашистов и яростных противников бездумной миграционной политики властей. У самой фрау Меркель толерантности заметно поубавилось. Большая часть митингующих в центре Берлина призывают канцлера уйти в отставку. Сегодня в Германии парламентские выборы в трех федеральных землях. Не исключено, что оппозиция сможет отобрать голоса управящей коалиции и пошатнуть кресло под госпожой Меркель. Вероятно, поэтому она резко сменила риторику по отношению к беженцам. Если раньше говорила, что они спасут демографическое положение в стране, то теперь чуть ли не на дверь указывает. Мы надеемся, что беженцы примут наши предложения по интеграции. Это их прямая обязанность, а не просто возможность. Мигранты должны соблюдать законы Германии. Если кто-то полагает, что с женщинами можно не считаться, то он просто находится не в той стране. Кроме того, мы должны послать этим людям четкий сигнал. Если вы приехали зарабатывать, а не убегайте от войны, вам здесь делать нечего. Даже не приезжайте сюда. Подписав соглашение с Турцией по ограничению притока беженцев в ЕС, госпожа Меркель и другие европейские лидеры, возможно, продлили свое политическое будущее. За эту сделку граждане их государств заплатят немалую цену. За прием мигрантов на своей земле Эрдоган потребовал для начала 3 миллиарда евро и безвизовый режим с Евросоюзом. Эксперты сомневаются, будет ли он сам беспрекословно выполнять условия соглашения. Телеканал BBC опубликовал видео с избиением турецкими пограничниками беженцев, которых Эрдоган клятвенно обещает принимать в Турции.